Здравствуйте, я Рябцева Тамара Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о правильном компостировании. Потому что очень многие, я сталкиваюсь во всяком случае на практике с тем, что очень многие люди боятся компостировать, не знают, как правильно компостировать. Я на экологических основах стою, но до такого компостирования я дошла сама. Но потом как-то при просмотре пермикультурных дизайнеров и всего материалов, я обнаружила, что оказывается я с ними даже во многом очень совпадаю. Хотя я не являюсь таким абсолютно противником химических средств. И вот химические средства как раз нам и помогут правильно компостировать кучу и уйти от того, чего боятся все. Потому что все говорят о том, что если я буду сбрасывать, не буду сжигать растительные остатки, а буду компостировать их в кучу, то там, значит, сохраняются все вот эти вот инфекции. Так вот, чтобы этого не случилось, что нужно сделать? Во-первых, любая куча, вы понимаете хорошо, что, значит, когда развивается подавляющее большинство патогенов, развивается в анаэробных условиях. То есть нужно избегать плотного сложения. Для этого, во-первых, в компостную кучу должен складываться материал уже подвяленный, подвявший. Вот вы видите, здесь, допустим, у меня войлочная вишня. Я решила избавиться от нее, потому что она очень здорово поражается манилинией лакса. Это Антонов огонь, кто знает. И она может быть летом, допустим, пока сухая, она замечательная, все цвела великолепно, все красиво, здоровый лист, все хорошо. Потом проходит дождик, и после дождя вы приходите, и у вас как будто ваш куст облили кипятком, листики повявшие. Ну, вот, в общем-то, можно видеть, да, вот это вот повяли листья. Это не от того, что они повяли, это манилиния лакса таким образом развивается. Дожди вот были недавно. И, значит, вот компостная куча, она у меня здесь уже как бы есть небольшая, но мы здесь с краешку пристроим так, как это должно складываться. Не нужно бояться древесных остатков, да, многие боятся ветки. Вот такие ветки вы запросто можете складывать в компостную кучу. Конечно, лучше их перерубить, но, допустим, у меня этот секатор не очень хороший. Можно и не перерубать их, но сделаем так, как хотелось бы научить более-менее правильно, да. Чуть-чуть, не надо много мельчить их, но чуть-чуть измельчить нужно. Для чего нам это надо? Нам нужно создать такой, скажем, воздушный дренаж, да. Ну, собственно говоря, давайте я на этом остановлюсь. И вот с краю мы укладываем прямо на землю такие самые крупные ветки, да. Здесь у меня еще есть послелетние обрезки яблоня, и она уже подсохшая. Это, в общем-то, так, как нужно делать. Эти веточки должны быть подсохшие, подвявшие. Их тоже можно несколько измельчить, да, чтобы потом впоследствии и укладывалось лучше. Но нам нужен воздушный дренаж. Ну, так как я немножко готовилась к съемке, да, сейчас у меня, допустим, таких растительных остатков нету. Ну, есть трава, заготовленная в мешках. Она была подвялена, но, правда, убиралась в мешок после дождя. И вот на этот воздушный дренаж мы либо с полотой травой выкладываем. И я уже говорила, что желательно, чтобы она как минимум была подвялена у вас. Ну, а сейчас мы вот здесь вот уложим вот эту вот траву. На сути дела сено такое подпревшая. Во-первых, вот вам пример номер один. Для того, чтобы не развивалось инфекционное начало, ну, видите, она вот после дождя собиралась и начинает подпревать. Когда у вас в мешке что-то, да, сложено, особенно если этот мешок темный, у вас он нагревается внутри и начинает перепревать. Вы видите, вот начинается такой микориза, ну, микориза начинает работать. То есть бактерия работает, и уже растительные остатки разлагаются. Чтобы усилить и ускорить их разложение, мы добавляем мочевину и карбамид. Показываю специально на камеру азотное удобрение. Иногда оно идет мочевина, иногда карбамид. Разница в чем в содержании действующего вещества. Обычно в мочевине 43%, в карбамиде чуть-чуть меньше, это обычно 37%. Но, по сути дела, это одно и то же. Да, и вот для того, чтобы ускорить вот это вот перепревание, да, мы просто, вот оно у нас влажное, мы просто пересыпаем мочевины или карбамидом. Вот эти слои, ну, допустим, вот такие вот сырые, скажем, такой более-менее подвяленной травы, сена, они должны быть не больше 20 сантиметров. И после каждых 20 сантиметров вы вот так вот слегка, ну, собственно, как пищу, солью посыпаете, точно так же карбамидом просыпали. Можно сверху еще прикрыть еще раз сеном, да, или другими там остатками, но обязательно закрыть, после этого сверху закрыть эту мочевину. Почему? Потому что она, когда начинает разлагаться, азот испаряется в летучем состоянии, в газообразном состоянии. Какая цель вообще вот у этого, да? Нам нужно, чтобы эта компостная куча разогрелась внутри до 50 градусов. И чтобы это быстрее произошло, вот мы прикрыли мочевину, да, чтобы она влажненькая была, чтобы она начала растворяться потихонечку. И укрываем мы эту кучу желательно черной пленкой. Но укрываем полностью кучу, прижимаем чем-то, чтобы ветер не унес. Единственное требование, почему черная? Во-первых, для того, чтобы солнце притягивалось, да, чтобы больше еще разогревало ее, и чтобы температура была повыше. Чем быстрее будет прогреваться эта куча, тем быстрее уйдет инфекционное начало. Денатурация белковых молекул происходит при плюс 50, и все инфекционное начало мочевина убивает. Потом по весне вы можете при желании, для дополнительной подстраховки, и в какой-то мере для выравнивания PH, вы можете пролить еще такую компостную кучу бордосской жидкостью, да. Там, что такое бордосская жидкость? Это медный купорос и известь. И вы дополнительно как бы и выровняли PH, и дополнительно еще поработали против, ну, такой, скажем, патогенной флоры. Если вдруг там чего-то осталось, но обычно это все перепревает. И вот такие компостные кучи, если я их складываю, это осенняя компостная куча, за год она будет готова. А если я такую компостную кучу начинаю складывать весной, то она уже к следующей весне абсолютно готова. Но ее иногда можно, ну, вверх, во всяком случае, этой компостной кучи можно и летом добавлять. Если вы, допустим, решили, ну, купили какое-то сажение с закрытой корневой системой, высаживаете, то вы туда, в эту посадочную яму, уже можете запросто такой компост брать. Как правило, оно все перепревает. Так как у меня дренированная компостная куча, лично я не переворачиваю. Именно вот почему, значит, я и кладу ветви. У нас, по сути дела, значит, есть такой приход воздуха в кучу. Сюда можно опять-таки, вот, значит, наслоили вот это сено, да, пересыпали там мочевины, добавили еще сено. Потом дальше мы можем опять ветки положить, да, и опять еще дополнить. Эта куча может там высокая быть, да. Но уже когда она будет такая вот многослойная, да, то тогда желательно, чтобы два года прошло. Тогда вот эти вот веточки, которые внизу вот лежат, и которые будут здесь вот, они полностью перепреют, и они могут визуально сохраняться, но они будут такие хрупкие, что когда вы начнете, значит, брать этот материал, он будет рассыпаться у вас. Поэтому это не проблема. Ну, у меня, допустим, всегда плотный график, работа я постоянно занята, у меня не хватает времени на то, чтобы перелопачивать компостную кучу. Я против установления вот этих жестких барьеров, когда ограничиваю там шифером, особенно шифером, асбестом. Я категорически против этого. Есть боксы такие специальные, когда там пластик, термостойкий и фотостойкий. Ну, тогда можно, когда он перфорированный, тогда это более-менее грамотно. А так я вообще считаю, что компостная куча должна укрываться полиэтиленовой пленкой. Это гораздо практичнее. Так как я, в общем-то, технолог и 25 лет проработала в технологическом отделе, технология возделывания плодовых культур, то я за такие методы, скажем, ну, как бы промышленного масштаба легко осуществимы, да, чтобы минимум затрат трудовых и максимум эффекта. Поэтому я считаю, что это излишнее. Вот этого достаточно вполне. Не стоит терриконы там большие городить. А если у вас, значит, есть такой вот дренаж из веток, а дальше уже более такие мелкие растительные остатки, вот куча такая, ну, метр высотой вполне достаточно. Она за год полностью-полностью перепревает. Даже вот этот вот материал, так как, ну, сейчас тепло, важно эту кучу сложить и мочевину добавить при температуре, чтобы, ну, дневная температура была плюс 15. Тогда эта куча хорошо разогревается, все перепревает, инфекционное начало уходит, и, как правило, к весне этот материал можно уже использовать. Зимой подходишь к этой куче, засовываешь сюда руку, там тепло. И мыши очень это дело любят. Поэтому я, допустим, для отлова мышей тоже хорошо использую такую кучу. Значит, я кладу по периметру, вот в кучу пластиковые обрезки труб, туда закладываю. Зернышки отравленные, шторм, брикеты. И там тепло, уютно им жить. Они дополнительные дыры проделывают, такие как норки. Это усиливает аэрацию. Но она теплая, самое главное, она теплая. И даже вот иногда приходишь, и так как легкое испарение, такое идет от кучи, хотя она там укрыта, полиэтиленом, или с панбондом плотным. Но тепло видно, как от нее исходит тепло. Потому что она настолько разогрета, что там иногда даже руку просовываешь, и бывает горячо. Просто горячо, то есть, ну, так, выше 50 градусов даже разогревается. И вот про что и речь идет, да, что осенью, когда уже холодно, а куча горячая. Вот насколько идут вот эти вот процессы все эффективно. Но для этого нужно добавлять мочевину. Это такой легкий, практический урок. Тоже надеюсь, что вам это поможет создать компостную кучу легко и просто, и получить вполне приемлемый вариант органических удобрений, без инфекционного начала, и самое главное, без сорного начала. Потому что огромная масса сорняков. Если компостная куча переработана неправильно, да, если туда обсемененные уже растения складывались, то, ну, вы вносите сорняки, а у нас и так, естественно, запаса в почве сорняков на 20-25 лет вперед есть. Ну, и не стоит добавлять этого. И таким же образом, собственно говоря, можно складировать и навоз. Если вы покупаете навоз, нет возможности купить перепревшую. Точно так же можно создать бурт. Там просыпать даже не надо, надо просто, возможно, добавить чего-нибудь сверху сухого, да, и накрыть пленкой, потому что навоз, как правило, мочевины обработан, да, естественный. И он точно так же прогреется куча, начнет перепревать, и все это превратится в очень хороший компост. Вот у меня все. Я желаю всем удачи. И, ну, пытайтесь создавать, делитесь опытом своим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова